Всем приветик! Сегодня я занимаюсь пересадками. Пересажу вот такого красивенного товарища. Это филодендрон биркин. Буду сажать его на фитиль. Те, кто хотел посмотреть, как я пересаживаю растения на фитиль, можете присоединяться. Сейчас все подробненько покажу и расскажу. Все растения таким же образом я пересаживаю, как вот этого красавца. Сейчас буду пересаживать тоже. Горшочки у меня приблизительно вот такие. Это большой сейчас. Здесь у меня 6-литровый. Вот так он выглядит. Вот столько отверстий. У меня веревочки синтетические, разных размеров, под разный диаметр горшков. Потоньше, потолще. Я подбираю для таких, допустим, больших. Плотные, толстые. Это для маленьких горшочков потоньше. Допустим, до 2 литров можно вот такую веревку, тонкую. А после двух уже вот поплотнее желательно, чтобы она получше впитывала. Сейчас покажу, как я продеваю, как я все это делаю. Давайте сначала вытащим его из горшочка, чтобы посмотреть, какой ему размер нужен. А то не особо хотелось бы мне 6-литровый горшок использовать. Есть у меня еще такой же 5-литровый. 5-литровый я бы лучше использовала, потому что он меньше займет места. Кстати, пересаживала я его где-то в декабре месяце, в прошлом году, когда только что приобрела вот такие корни хорошие. Ну, полностью они еще не оплетены, хотя уже места, мне кажется, не хватает в горшке корням. Смотрите, вот дренаж уберу старый. Новый обязательно положу. Я сажаю растения с дренажом. Некоторые без дренажа сажают, а я все-таки все равно продерживаюсь такого правила, чтобы не залить. И стараюсь обязательно на дно класть дренаж. Да, большой, конечно, очень красивый, классный, мощный. Филодендрон занимает место на подоконнике очень много. Но я так сильно люблю крупные меры, что готова это терпеть. Пока не знаю, как будет дальше дело. Но мне кажется уже, что душе угодно, и ты уже никогда, наверное, не разлюбишь. Хорошо так я почищу. Не буду лишний грунт вставлять, несмотря на то, что впереди зима. Ороидные на фитильный полив переносят пересадку очень хорошо по сравнению, допустим, с фикусами. Фикусы сейчас уже тяжелее переносят пересадку осенью, чем вот эта группа ороидных. Так, я вообще решила все очистить. Вообще, по-хорошему, конечно, можно было бы его обрезать, но обрезать я его сейчас не буду на зимогляде. Возможно, надумаю весной его обрезать. А сейчас пока просто пересадим его. Вот так все хорошо почистила, и горшок ему нужно будет даже не пятилитровый, а меньше. Есть у меня 2,2, есть 2,7. Сейчас посмотрю по размеру, какой ему больше подойдет, по его корневой. Скорее всего, 2,7, наверное. Ну, корни, конечно, мощнецкие. Какие корни. У меня только два кустика даже получается. Но я их не буду делить. Мне нравится, он крупный. Грунт я вам не сказала, состав грунта. Но сейчас до него дойдем, подночную пересаживать, и расскажу, какой состав у меня грунта. В общем-то, померила я 2,7. 2,7 ему маловато. Так и придется его сажать в пятилитровый. Вот пятилитровый. Вот он будет ему покорневой. Смотрите, в самый раз. В самый раз. Поэтому буду сажать в пятилитровый горшок. Вот таким образом я продеваю фитиль. Обязательно насыпаю дренаж. Такой хороший слой дренажа. Ну, сантиметра, наверное, 2-3. И грунт. Грунт у меня состоит из верхового торфа. Плюс мохосфагну. Плюс разрыхлитель. Перлит, вермикулит. Можно циолит. Уголь, либо зола. В моем случае зола. Так как у меня очень много золы. На даче мы постоянно делаем частенько шашлычки. И зола у нас остается. И немного коры я еще нарезаю. Мелко. Чуть-чуть. Вот и весь состав. Для всех ароидных. Для папоротников, для драцент подходит этот грунт. Для пиалок. Возможно, еще для бегоний. Так, давайте. Уже приступим. Усыпаю немного сюда. Вот таким образом я располагаю веревочку. Немножко ее прикапываю, конечно. Даже не немножко, а полностью. Грунт очень мягкий, пушистый. Все, веревочки не видно. Устанавливаем растение. Вот таким образом. Немножко еще положу грунт. И поехали. Поехали прикапывать. Вот так. 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 Вот так вот я прям небрежно беру кулаками. Потому что растения огромные, мощные. Если я буду здесь возиться малюсенькими совочками, пройдет очень много времени. А времени, как всегда, не хватает. И если я дам ровно, то я буду так делать. Вот так вот. И вот так вот я прям плечу. И вот так вот я прям sekarang. Вот так вот. красивенько все это получилось вот такой фитиле чик и сейчас покажу какой у него будет горшочек и вот такой прекрасный белый горшочек который он станет с на дно обязательно наливается водичка примерно сантиметров от пяти до восьми очень быстро ароидные выпивают тем более таких размеров большие экземпляры у которых мощные корни все конечно зависит от влажности от климата вашей квартире но мои быстро выпивают на фитиле водичку вот такой у меня был обзорчик с пересадочкой биркина а если вам понравилось ставьте лайки и я буду на этом заканчивать желаю всем цветочного настроения удачки до новых встреч пока пока